Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал о Маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями, не забывайте ставить лайки. К повестке экономического календаря сегодня мы ждем данных по бизнес-оптимизму ИФА. Германия еще один европейский релиз, который позволит убедить всех оптимистов касательно европейской валюты, что рост может быть продолжен. Много раз уже комментировал, что европейская валюта против американского доллара сохраняет значительный потенциал для роста. Причем уверенность трейдеров в том, что доллар будет дальше слабеть, это идеальная база для того, чтобы отстраивать такие долгосрочные позиции, но еще у нас и позитивный макроэкономический фон из еврозоны. Чем лучше будет статистика, я не сомневаюсь, что ИФА сегодня не подведет после последних релизов по ЗЮ, бизнес-оптимизму, который представляет более объективную оценку ИФА, тоже вряд ли разочарует. Еще один сильный релиз, еще одна причина инвестировать средства европейские активы. Мы видим, как сейчас спрос на риск растет и в целом вся фонда понемногу прибавляет. Но в отношении еврозоны приток капитала в европейские активы, конечно же, будет осуществляться посредством конверсионных сделок через евро. И вот еще одна причина, почему в рост европейской валюты нужно верить. Какие-то серьезные изменения, если произойдут в прогнозах, я думаю, что это ближе к 10 июня, друзья, когда состоится очередное заседание Европейского Центрального Банка. Но хотя, по моему субъективному мнению, я практически уверен, что Европейский Центральный Банк предпочтет не менять денежно-кредитную политику и оставить фонд экстренного финансирования в работе, как это было и раньше. И в этом также нужно будет искать поддержку для евро. Впереди очень мощное сопротивление 1,2244 и фактически закрепление пары выше данного уровня, превращение его в поддержку, может стать началом нового цикла роста евро против доллара с целями в район 1,2350-1,24. По фунту, в принципе, такая же картина, очень сильно коррелируют сейчас между собой рисковые инструменты. 1,4178 сейчас по паре фунт-доллара это примерно те самые котировки и уровни, с которых я рекомендовал пару покупать после выхода довольно обнадеживающих релизов на прошлой неделе. Не буду снова перечислять, какие сильные отчеты вышли. Я думаю, что кому интересно, можете либо посмотреть прошлые брифинги, либо открыть экономический календарь и посмотреть именно по цифрам, о чем я говорю. Темпы вакцинации в Англии остаются очень высокими. 70% населения получили первую вакцину, 22 миллиона уже фактически были повторно привиты. И считаю, что Англия действительно практически, не хочется ни в коем случае накаркать, но победила ковид. И дальнейшее снятие карантинных ограничений приведет лишь к реализации еще больше отложенного потребительского спроса. И впоследствии все это конвертнется в более высокие показатели ВВП. Американская валюта здесь, в принципе, тоже без каких-то особых комментариев. 89,72 мы снижаемся уже не первую неделю, и сейчас это уже четырехмесячные минимумы. Хочется верить, что вы все-таки открыли короткие позиции тогда, когда я рекомендовал. Индекс доллара находится под серьезным прессом о снижении доходности американских трежей. С десятилетки 1,60 сейчас по доходности, снова. А сегодня на азиатской сессии мы видим, как американский рынок долго распродают. При сохранении такой тенденции, а я в этом не сомневаюсь, индекс доллара преодолеет минимальное значение с начала этого года на отметке 89,66. То есть совсем немного осталось, друзья. И в зависимости от того, как трейдеры поведут себя дальше, будет ли это серьезный проход ниже на импульсном таком рывке, либо коррекция. Мы посмотрим, в принципе, стоит ли нам быть крайне оптимистами в том, что снижение индекса доллара будет набирать обороты. Либо нужно поумерить вот этот оптимизм в плане развития медвежьего сценария и признать то, что какое-то время индекс доллара еще поболтается в районе 89,60 и 89,50. Но это уже комментарии. От следующих брифингов я все-таки считаю, что мы не просто так, друзья, топчемся на текущих значениях в течение длительного периода времени. Сил уже накопили достаточно. Нужно ломать этот уровень поддержки 89,66. И вполне возможно, что катализатором для этого выступят предстоящие релизы, которые мы ожидаем по США, конечно же, в четверг и в пятницу. Это индексы расходов на личное потребление, темпы, ВВП, заказы на товаре длительного пользования, личные доходы, личные расходы. В общем, в совокупности все они характеризуют потребительский сектор. И чем лучше, друзья, будет статистика, тем выше мы увидим американский фондовый рынок, тем ниже будут доходности американских трежерий, тем ниже будет, соответственно, курс доллара. Для тех, кто соскучился по теме того, когда ФРС будет менять политику, пока что сроки не меняются. 23-й год, и вчера комментарии Булларда и Бостиков подтвердили, что стимулирующий подход остается крайне актуальным. Доллар канадец, друзья, тянется уже несколько недель у нас сделка, но мы каждую неделю и фактически каждую торговую сессию все ближе к нашей цели 1.20. Сейчас котировки 1.20.41. Пара снижается, это значит, что канадский доллар активно укрепляется. Ему помогает падение доллара, рост цен на нефть и политика Банка Канады, которая остается стимулирующей. В эти выходные мне довелось познакомиться с очень интересной статьей Маклима, которая возглавляет Банк Канады, в которой черным по белому прописано, что прежнее решение по сворачиванию частичного программы количественного смягчения, это только первый шаг на пути к более жесткой монетарной политике. Ну то есть очевидно, что руководство Банка намекает нам на скорое повышение процентной ставки и этим давайте пользоваться. Цель 1.20 не меняется. Американский фондовый рынок S&P 4200 пунктов. Я думаю, что через несколько дней мы уйдем на новые исторические максимумы и возможно хочется, конечно же, купить, но я пока что вне рынка. Если вот так вот безоткатно мы будем двигаться в рамках текущей торговой недели и статистика по штатам не разочарует, я думаю, что под конец недели, либо уже в начале следующей, я дам вам, друзья, рекомендации, как действовать по фонде. Ну и рынок нефти, блестящий вход в рамках вчерашнего дня 67.50, текущей котировки 68.50 целей, 70 долларов за баррель, учитывая, как мы вчера росли, я думаю, что эту цель сможем сделать сегодня-завтра. Иран, тему Ирана, снятие санкций, потенциальные поставки уже не обсуждают детально, как это было раньше, на прошлой неделе. А если и обсуждают, то говорят, что, скорее всего, в ближайшее время этой сделки не будет. Основная причина роста цен на нефть накануне – это предупреждение американского центра штормовых исследований о том, что прямо сейчас формируется тропическая буря в районе Мексиканского залива, которая может перерасти в статус урагана со всеми вытекающими последствиями для нефтеперерабатывающих предприятий и, соответственно, нефтеперабывающих платформ. Я думаю, что по мере начала сезона активных ураганов в Атлантике с 1 июня эти темы будут звучать все чаще и чаще. Нам сейчас, друзья, важно сделать еще полтора доллара по нефти и на таком фоне, на ожиданиях форс-мажора, потенциальных перебоев, поставок, эту цель мы реально можем сделать. На этом, собственно, все. Большое всем спасибо за внимание и хорошего дня.